Здравствуйте! В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов этой замечательной конференции за прекрасную организацию гостеприимства. Так лучше, да? Я хочу поблагодарить организаторов этой конференции за прекрасную организацию гостеприимства и возможность показать мои данные. Меня зовут Лариса Василец. Я, пожалуй, здесь единственный представитель раса, который представляет не университет и не научный центр крупный, а малую инновационную компанию и свободной промышленности, в частности, свободной промышленности Германии. И здесь я хочу показать наши разработки, которые относятся к области фармацевтики, создания новых инновационных препаратов. И что характерно, я бы хотела подчеркнуть, что данная работа представляет собой результат усилий множества групп, начиная от Макс Планк-Института биофизики, где я раньше работала, и включая другие исследовательские группы, а также малые инновационные компании. Но я хочу рассказать пару слов о себе. Я не родилась инноватором, а пришла к этому в результате моего собственного развития. Я биофизик, работала очень долго в Германии, в институте Макса Планка, в институте биофизики Макса Планка, более 10 лет. Потом я получила позицию в университете Мартин Лютер в университете Халле на медицинском факультете, и там я заскучала, потому что для меня это было слишком много преподавательской рутины, и я не могла себе представить, что я буду этим заниматься всю жизнь. Я поэтому решила прыгнуть в ледяную прорубь, так сказать, став из фундаментального исследователя, инноватором, основателем малой компании. Но мне повезло, мой проект и мое изобретение выиграли конкурс грантов Министерства промышленности и технологии Германии, и мы получили сразу такой очень хороший старт, хорошее, приличное финансирование, организовали вот вначале биотехнологическую компанию Биоскора для ФЦГ, и потом, так сказать, эволюционировали в результате моего опыта, приобретенного. Мне захотелось им делиться с людьми, чтобы они избежали тех ошибок, которые я сделала, которые сделала я на своем пути. И кроме вот такой вот фирменной работы, исследовательской, я также являюсь бизнес-клочем, ментором, в том числе и ментором Скокова, поддерживаю, считаю своей миссией, поддерживать молодых людей, которые тоже хотят вступить на такой сложный путь инновации. Ну, в данном случае я буду рассказывать о наших разработках в области информационной фармацевтики, и в частности, о разработках препаратов для преодоления множественной лекарственной устойчивости к противораковым препаратам. Значит, мы поставили себе задачи начать бороться вот с этой самой множественной лекарственной устойчивостью. Как она возникает? Известно, что при химиотерапии злокачественных образований противораковые препараты часто назначаются практически всегда циклами. То есть, следует период химиотерапии, потом следует период отдыха, потом опять химиотерапия и так далее. И основная проблема состоит в том, что во время вот повторяющихся циклов эффективность лечения снижается. И одной из этих, одной из причин этого нежелательного явления является тот факт, что в мембране раковых клеток появляется такой вредный значит, белок гликопротеин МДР семейства, там их несколько, которые транспортируют молекулы, просто выбрасывают терапевтические молекулы из противораковых клеток и понижают их концентрацию ниже эффективной. Ну, мне, конечно, как биофизику, который ранее занимался как раз мембранными белками транспортными, было интересно схватиться именно за этот белок и попытаться разработать хорошие ингибиторы Multidrug Resistant Protein. Он относится к семейству МДР белки, в частности МДР-1, относится к семейству АБЦ-транспортеров и в основном связан с развитием лекарственной устойчивости в таких случаях онкологические заболевания, как лейкемия, лимфомы, рак яичника, рак молочной железы. мы хотели применить сразу же и тени методом проб и ошибок, а применить подход original drug design, то есть создать такие ингибиторы уже заранее с заданными химико-физическими свойствами и биологической активностью для того, чтобы они селективно блокировали только этот белок мишень. Ну, в общем-то, мы начали с биоинформатики и на тот момент в общем мембранных протеинов кристаллизовано было немного, да и сейчас сравнительно немного и модели трехмерной значит multidrug resistant protein не было, поэтому мы начали значит вот наши компьютерщики начали создание вот high quality гомологичной модели, которая потом оказалась уже когда белок был кристаллизован, оказалось, что она в общем-то очень хорошо совпадает с реальной структурой. Затем мы создали на основании этой модели фармакофорную, фармакофорный шаблон, фармакофорный фильтр, структуру такую, инсильку для тех, кто не знаком с этими методами. Хочу просто сказать, что фармакофорная модель это просто некая такая специальная оборонка специальной формы, через которую можно пропускать молекулы и смотреть пройдут они там, свяжутся или нет. Ну и в результате в общем-то мы проскрининговали очень большую библиотеку малых молекул около пяти миллионов. Такие базы данных дигитализованные найти очень трудно, поэтому мы создали еще, пошли по пути, по тому пути, что мы создали просто сами трехмерную, библиотеку трехмерных малых молекул и все прогнали через этот селективный фильтр и оттуда выкрестализовалась библиотека из примерно 150 интеллика хитов. Затем обычно малая биотехнологическая фирма должна искать такие пути, чтобы уменьшить ненужные расходы финансовые, поэтому мы решили пропустить инвитро-скриник и сразу же пошли на инцеллула-эсэс, на клеточные тесты, выбрав из этой большой библиотеки примерно 15 соединений случайным образом выбрав все, которые можно было где-то там найти в базах данных у химиков. И создали специальную такую модель клеточную модель из эпителиальных почечных клеток, которая после трансфицирования вектором содержащих ген белка МДР1 там сетизировались в мембране поверхностной нужные нам молекулы и мы могли очень удобно исследовать действия потенциальных drag candidates используют клеточную линию и идеология была такая, что вот эти МДЦК плюс клетки содержащие МДР1 белок если их нагружать флуоресцентным веществом флуоресцирующим веществом родомином который является субстратом для этого белка то мы тут ничего не увидим вы видите черную картинку потому что этот субстрат он тут же выгоняется этим транспортным белком из клетки и картинка у нас черная а вот если мы возьмем один из известных инкибиторов МДР1 белка веропамил он относит это известный блокатор кольцевых каналов относится к первому поколению неспецифических блокаторов белка МДР1 то вы видите что эти клеточки вот они все светятся потому что выброс их из клетки заблокирован ну и к счастью оказалось что вот 4 из выбранных нами потенциальных кандидатов тоже обладает хорошей ингибирующей способностью далее мы используем вот эти клеточные культуры таких довольно муторных экспериментах нам удалось сразу же определить константу ингибирования которая в общем-то для оказалось для порядка 6 микромоль что для мембранных транспортных белков в общем-то вполне приличная константа ингибирования далее мы пошли сразу же по пути исследования острой токсичности на мышиных моделях и оказалось что значит вот эти две лидирующие структуры которые мы уже из клеточных экспериментов определили они обладают сравнительно малой токсичностью то есть приемлемой токсичностью значит что мы хотели планировать сделать дальше ну разумеется протестировать там еще другие молекулы а также увеличить селективность малых молекул и снизить потенциальную токсичность молекул кандидатов ну это я могу рассказывать значит что можно было сделать но я хочу здесь на этом немного дальше пройти и сразу же перейти к рассмотрению всего процесса драк диска драк диска вриен девелопмент вот смотрите вот так сказать известно что его можно разделить на на две фазы это приклиника и клинические тесты значит где мы находимся мы уже миновали фазу драк дискавери и находимся на фазе вот приклиники значит перед малой фирмой у нас еще впереди такой гигантский процесс клинических испытаний который сам по себе состоит из трех фаз и прежде чем лекарство так сказать поступит на рынок все это стоит более миллиарда долларов то есть колоссальные деньги вы видите что здесь вот показана просто динамика кэшфлоу для развития фармацевтических препаратов и вот чтобы выйти на продажи вот нам так сказать фирме необходимы такие вот большие деньги более одного биллиона значит долларов это в долларовом выражении значит где может взять малая фирма такие деньги это практически нигде потому что если вот мы посмотрим на на весь процесс драг дискавери и сравним его просто с общим воловым продуктом России в 12 году то в России внутренний воловой продукт был всего в тысячу раз больше то есть это просто нереально получить такие деньги но здесь опять же я хотела бы сравнить вот с точки зрения инноватора вот значит как все-таки что можно сделать и какие тут есть лидирующие страны что можно можно ли вообще в России взяться такие вещи но в мире выпускают в год примерно 20-30 новых лекарственных препаратов в основном это США и Европа немного в Японии потом они просачиваются во весь мир в остальных странах новых лекарств разрабатывается еще очень мало потому что просто нет таких денег одного биллиона долларов и доходит до двух биллионов но вот интересно что 30 лет назад в Америке стоимость разработки нового лекарственного средства стоила всего около 30 миллионов долларов почему так все сильно подорожало это связано в первую очередь что регулятор то есть управление Food and Drug Administration предъявляет все более жесткие требования к разработчикам ну известны вот разные там скандалы были в фармацевтической промышленности все обвиняют в жадности значит фармакологические компании на самом деле очень трудно сделать общий мониторинг но эти вещи они конечно оказывают влияние на требования FTA и вот если посмотреть Россию и страны BRICS то здесь могут быть совсем другие возможности потому что если вы берете какой-то один шаг вот из разработки в России то он примерно по стоимости такой же самый но вот мы проводили расчеты просто экономические оказалось что вы если вы возьмете весь процесс drug discovery то он может быть два-три раза быстрее и может быть в 20-30 раз дешевле поэтому в общем-то здесь имеет смысл конечно подумать о том что может малая фирма во-первых сделать вообще и что может она сделать в России ну вот такие вот пути значит разработки всего цикла drug discovery до выхода на рынок для малых средних фирм они очень редкие в основном либо фирмы предлагают вот предлагают свои продукты здесь сервисы допустим high throughput screening или in silica программы разработки которые уменьшают весь процесс drug discovery либо дорабатывают до фазы 2а и продают big pharma но тут содержатся очень большие риски потому что вы не знаете сможете ли вы найти в нужный момент заинтересованную компанию и какова вообще будет ситуация на рынке поэтому этот путь несет существенные риски вы должны иметь несколько препаратов pipeline чтобы подстраховываться и может быть даже другие еще какие-то сервисные такие технологии фирма может коммерциализировать уже дженерики но это не разработка новых препаратов хотя это в целом имеет очень большое значение для развития фармацевтической промышленности в стране в целом и четвертый путь это когда который мне представляется очень заманчивым это когда вы создаете универсальные универсальные каргомолекулы о которых уже все известно как они куда не довозят лекарства известна их биосовместимость фармакокинетика токсичность и уже используете универсальные грузовые наночастицы капсулы вы можете существенно сократить клиническую фазу и ее стоимость ну вот мне кажется что это вот новая парадигма которая могла бы существенно изменить удешевить и убыстрить процесс drug discovery and development но для этого необходимо понимать процессы доставки наночастиц в клетке мишени на самом деле на рынке уже очень много игроков больших игроков которые уже выпускают готовые инкапсулированные препараты а также нано капсулы ну вот тут некоторые из них приведены но не все конечно и в принципе мы слушали также вот интересные доклады предыдущих докладчиков которые меня порадовали то что так сказать некоторые вещи я не знала но буду теперь как говорится иметь ввиду но в принципе химия нано капсулы процесс инкапсулирования довольно хорошо изучены но мало того мало известно то как происходит их внедрение в клетки в мишени и освобождение из них лекарств представьте себе путь этих нано капсулов то есть это вначале они встречают форменные элементы крови эритроциты почему они не должны пойти в эритроциты пойти в опухоль далее они встречают клетки эпителия клетки желудка если это пероральный препарат там очень кислая среда значит чтобы они не до бог там не выбросили лекарства не дошли до опухоли значит вот мне бы как биофизику очень хотелось бы поисследовать эти процессы потому что если мы поймем их то мы можем ими управлять здесь я хочу привести ссылку на мою такую очень давнюю работу выполненную на ноктену пуссооцитах помощью voltage-клэп метода в котором мы изучали динамику образования вот нановизикл молекул мембраны ацита вы видите при помощи емкостных измерений емкость мембраны линейно связана с ее площадью поэтому если мы будем мерить емкость вот voltage-клэп методами которые дают очень очень хорошее временное разрешение это вот схема это установка то мы можем в реальном времени с миллисекундным разрешением изучать процессы захвата высвобождения нано-капсул значит на этом рисунке показано что вот изначально такая очень складчатая мембрана ацитов там множество микровили после применения фарболового эфира она становится гладкой такой как шар становится клеткой так сказать как футбольный мяч и здесь мы можем четко очень отслеживать динамику вот в этом в этот момент такая площадь мембраны такая площадь мембраны можем с высоким временным разрешением отслеживать динамику этого процесса и следовательно получать новые знания о том как ведут себя эти нано-капсулы значит дальше один слайд куда-то выпал ну в общем-то это примерно в общем-то в том же ключе что если мы будем метод voltage clamp в модификации fall cell patch clamp применять к раковым клеткам то мы можем изучать уже динамику образования захвата и освобождения нано-капсул на реальных биологических объектах клетках мишенях ну я хочу сказать что rnovia research and development обладает довольно-таки обширным портфелем различных технологий которые мы можем предложить для исследований для использования в области трансляционной медицины в частности вот у нас есть такие разработки electronic weapon chip системы это электронные лаборатории на чипы которые позволяют опять же в реальном времени проводить мультипараметровое тестирование на так называемом электронном чипе это тоже MEMS систем вот он показан вот это 2 сента то есть это чип 3 на 3 сантиметра там более 250 измерительных ячеек и при помощи используя очень маленькие образцы исследовательские образцы и вот этот прибор гаджет вы можете проводить полностью автоматизированное измерение различных параметров ну какие здесь имеет он приложение первое приложение это вот если использовать чип для фармацептики для драг девелопмент дисковерин девелопмент то можно проводить очень дешевый очень быстрый очень легкий скрининг ингибиторов различных протеин киназ потому что инновационная составляющая этого чипа стоит в том что вы меряете активность киназ на одном чипе сразу очень много вам не нужно синтезировать большое количество молекул кандидатов то есть здесь существенное увеличение существенное снижение расходов на вот такой скрининг хитов из небольших библиотек но вот недавно мы разработали другое приложение электронных лабораторий на чипах для применение для медицинской иммунодиагностики мы просто дополнили этот чип вот системой микрофлуидики которая позволяет из там нескольких капелек биологического образца доставлять биологический образец в эти 200 ячеек и вы можете при в этом варианте измерять проводить тестирование до 250 параметров одновременно с кинетикой в реал тайм и в настоящее время мы разрабатываем значит чипы для иммуно-тестирования и для кардио-тестов для мультипараметров тестирования в области emergency medicines то есть скорой помощи когда больного везут в машине в больницу вы приезжаете там привозите его в приемный покой и уже вы даете врачу распечатку не только одного тропонина сразу же 11 параметров ну и в общем-то в результате да у нас еще есть вот такой вот антибоди микроэррейс вчера я видела очень замечательный фасилисис который вот нам показал коллега из центра трансляционной медицины как он фундаментальная фундаментальная медицина где вы можете очень протеомно так все быстро сделать но вот особенностью этого чипа который это обычное микроскопное стекло вы можете здесь значит до 800 детекшн делать на одном слайде но опять же он дает вам дешевизну густоту доступность и вы можете здесь изучать пострансляционные модификации то есть не сам не просто концентрацию белка а то как является ли он фосфорилированным например что очень важно для онкологии потому что там игра происходит именно на фосфорилировании определенных белков киназных каскадов и так далее вот это вот все очень так сказать недорогостоящие и это не просто какие-то разработки здесь уже полностью готовые технологии производства уже были продажи этих микроэреев в университеты и ну в общем-то так сказать хотелось бы тоже чтобы эти технологии были использованы на этом я заканчиваю хочу поблагодарить за внимание и сказать что я буду очень рада послужить также в роли бизнес-коча если кто-то хочет обратиться ко мне за советом милости просим спасибо спасибо большое